Зима началась с громких кинопремьер. Стоит отметить, что многие из них были заранее обречены на успех. Прежде всего это касается продолжения многосерийных фильмов. Последний богатырь – посланник тьмы. Одна из самых ожидаемых киноновинок – это третья часть фильма, снятого на киностудии Дисней, на основе русских сказок на современный лад. Хотя по итогам новогодних праздников фильм собрал в общей сложности около 2 миллиардов рублей, восторгов у зрителей он не вызвал. Достаточно много отрицательных отзывов, смысл которых сводится примерно к следующему. Один раз посмотреть можно, но третья часть гораздо слабее первых двух. Чтобы убедиться в этом, вы можете составить свое общее впечатление. Но общий фон отрицательный. Это не совсем российский фильм с российскими актерами. Вместе с тем, наверное, лучшее, что можно было посмотреть в новогодние праздники. Фильм, которого ждали. «Кингсмен. Начало». Фильм, снятый режиссером Брайаном Сингером, известным по фильму «Люди Икс», получился довольно увлекательным. Но если вы хотите посмотреть историю о том, как представляют за рубежом царскую Россию времен Первой мировой войны, то увидите набор штампов и искажений, зачастую грубых. Даже если рассматривать этот фильм как фэнтези, его качество окажется ниже среднего. Не спасает даже звездный состав актеров. Приводим один из отзывов. Первая часть «Кингсмен» была вроде неплохой. То, что выдали в новой версии, ничем, кроме провалом, назвать нельзя. Сюжет, удобренный извращенными историческими выдумками начала 20 века, смотреть не просто тяжело, а очень тяжело. «Чемпион мира». Фильм от студии 3Т Никиты Михалкова. И это уже своеобразный знак качества для некоторых людей. В основе легендарный матч за звание чемпионов мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, который проходил в 1978 году на острове Багио. В роли Корчного – Константин Хабенский, а Карпова сыграл Иван Янковский. В свое время этот матч действительно привлек к себе внимание миллионов людей. Потому что в Советском Союзе в это время практически ничего не происходило. Это был период застоя, а такой тихий спорт, как шахматы, был не просто разрешен, но и шахматисты путешествовали по всему миру. Это была одна из немногих возможностей выехать за железный занавес. Поэтому все, что происходило за ним, очень интересовало советских людей. Почему эту тему взяли сейчас, непонятно. Объяснить можно только жестокой ностальгией по советскому времени. В нашей стране популярность шахмат не просто упала. Они стали обычным видом спорта. Кто-то им увлекается, но не настолько, чтобы изучать историю шахмат и смотреть этот фильм. Надеемся, что наши следующие обзоры будут более оптимистичными. Продолжение следует...